Всем привет! Меня зовут Роман Дросенко, и прямо сейчас мы с Bittrex24 поговорим с ребятами, про которых можно сказать просто крутой русский креатив. Все начиналось с того, что они работали из кофейни, а сейчас это большая группа компаний, в которой работает больше 150 человек. Догадались, кто это? Да, правильно, мы в гостях у Setters. История одного бизнеса. Агентство Setters. Setters – это одно из самых молодых и одновременно значимых коммуникационных агентств России. В 2015 году было всего три основателя, а сегодня это три офиса и больше 150 человек в команде. Все узнали о Setters после необычной истории с аккаунтом питерского кафе «Пышечная 1958». Ребята создали собственное неординарное промо для классического кафе. И тут понеслось. Медийный охват компаний составил больше 20 миллионов человек. Setters – диджитал агентство номер один по версии медиалогии. Топ-1 по версии reward в таких категориях, как SMM-агентство, видеопродакшн для диджитал-проектов и инфлюенс-маркетинг. За последние два года Setters забрали золото на таких фестивалях, как Tagline Awards, Silver Mercury, G8, Среда. В последнее время очень интересует тема адаптивности бизнеса. Именно способности бизнеса подстраиваться не только под текущую ситуацию, но в целом под любые изменения рынка. Как удается вам достигать вот такой хорошей адаптивности? Мне кажется, что это определенная легкость, смелость и открытость к изменениям, потому что, ну, когда ты к этому не открыт, ты хоть там будь сто тысяч раз называй себя адаптивным, да, но если, камон, ты не пробуешь новое, не отказываешься от старого, то, ну, тут никакой адаптивности и речи не может быть. Поэтому у нас там нет специалиста по адаптивности, или мы не садимся такие за круглый стол, и, ну что, адаптируемся. То есть это все настолько происходит как бы в моменте, в потоке, в формате «Так, ребята, а что делаем сейчас?», а как бы какая информация есть сейчас? И это такой как бы ежедневный труд. Мне кажется, это просто регулярная работа команды. Что для тебя значит бизнес? Не знаю, почему-то конкретно для меня, конкретно в нашей стране, это какая-то опора и надежда, и такой отряд ребят-передовиков, которые, типа, их не сломить кучей комментариев извне о том, что как все плохо и ничего не надо делать. Это же насколько сильная мотивация, это же насколько сильная любовь к тому, что ты делаешь, что ты каждый день просыпаешься и продолжаешь это делать. Вот, поэтому для меня бизнес – это, наверное, про какую-то невероятную любовь. У всех по-разному к чему, да, там, к деньгам, к коммуникации, к людям, по-разному. Это про огромную ответственность, но которая потом для тебя становится нормой. Ну и это про возможность реализовывать свои мечты. Для меня это постоянный поиск баланса, для меня вообще предпринимательство – это постоянная такая эквилибристика, знаешь, между двумя пословицами «Никогда не сдавайся, если лошадь сдохла, слезь». И вот именно тебе надо понять, как ты сейчас будешь действовать в этой ситуации. Это не так классно, как показывают вам какие-нибудь сторис или очередной интересный подкаст, в котором обсуждают успехи и результаты. За всем этим стоит достаточно сложные процессы, достаточно сложные внутренние какие-то переживания, очень много сомнений. Вот, это важно осознавать, когда ты вступаешь на эту дорогу. Какие законы для бизнеса ты бы вот четко сформулировал? Нельзя недооценивать силу простых вещей. То есть каждый, кто даже сейчас смотрит интервью, мы всегда ищем какие-то лайфхаки, мы всегда ищем какие-то такие вот неочевидные штуки, которых никто не знает, и вот я сейчас через какое-то секретное знание получу все и сразу. Но на самом деле большинство реального результата, оно в простых вещах, тот самый закон Паретта, те самые 80% результата – это в таких очень простых сферах, как сервис, продажи, продукт, команда, финансы. В принципе, этих 5 сфер достаточно, чтобы выстроить обычный бизнес. И есть шестая сфера – бренд, которая как раз тебя отделяет, выделяет, дает тебе некое позиционирование и смысл существования. Что такое Setters сейчас? Если упростить, это группа в Канканах, группа Канкана, да, группа компаний, в которой внутри есть креативное агентство. Это наш основной первый бизнес. Есть образовательная платформа Setters Education, есть Wellness Brand Refill – это три наших полностью собственных бизнеса, которые мы создавали с нуля. И есть еще ряд партнерских бизнесов, в которые мы уже заходили, доли, инвестировали. Это два HR-стартапа – Буду и Эйдж. Один – это сервис карьерных консультаций, который помогает вообще найти свой карьерный путь и помогает по нему взобраться. Второй – это сервис поиска работы. И вот недавний проект, которому буквально пара месяцев – это пиар-агентство PR Hub, с которыми мы запартнерились буквально в сентябре. Почему Setters особенный? Из-за людей. Потому что, детализирую, любые какие-то новые решения, какие-то классные взгляды, ценности – это все создают люди. Я бесконечно, счастливо, горжусь, получаю от этого уйму энергии и вдохновения, осознавая, каких людей нам удалось и удается каждый день, потому что рекрутинг в Setters не останавливается ни на день, каких людей нам удалось и удается собирать вокруг себя. Если говорить про количество человек конкретно в Setters, это 162 человека сейчас находятся в чатике Setters Team. Если говорить про все партнерские бизнесы и все ребята, с которыми мы работаем, это где-то 250+. Многие агентства сейчас закрываются, кто-то уезжает. Вы не закрываетесь и не уезжаете. Почему? Мы не считаем, что здесь невозможно работать или что здесь вот все потеряно, упущено и так далее. А уехала, например, одна треть. И все фокусируют внимание на одной трети. А мне очень хочется, ну, хотя бы капельку того фокуса и того внимания, которое есть на одной уехавшей трети, перенести на две трети, которые остались. И тому прямо сейчас доказательство. Ты сидящий напротив меня, команда Bittrex, снимающая этот проект. У меня в том числе остается смысл, поддержка и желание оставаться здесь, делать свою работу и делать то, что я действительно могу, там, где я и мы действительно полезны. Светерс, человеческое важнее бизнесового? Я вам скажу, что да, наш финансовый директор скажет, мы коммерческая организация. Ну вот, это, наверное, тоже про баланс, безусловно. То есть я точно в компании отвечаю за человеческое, за эмоциональное, за быть в моменте, постараться как-то почувствовать то, где мы сейчас находимся, что мы делаем и как бы гордиться этим. Но без ребят, которые жестко отвечают за эффективность, за финансы, за прозрачность процессов, не знаю, всяких документов и так далее, ну, как бы моя любовь к человечности, вот это все, ну, привело бы к какому-то хаосу и точно не помогло бы масштабировать, выходить на какие-то новые проекты, новых масштабов. Вот, поэтому это тоже, безусловно, про баланс. То есть, наверное, если не делить это на человеческое и коммерческое, то я бы баланс нашла вот просто в живом. Ну вот мы, мы живые, мне кажется. Что для вас Bittrex24 и насколько это помогает агентству быть эффективным? Вот для тебя как для руководителя. Это неотъемлемая часть любой нашей работы. То есть это уже как имя нарицательное. Ну, то есть, как бы это есть по умолчанию. И это Bittrex. Не знаю, Bittrex для меня это про командную ответственность. Какие-то функции Bittrex подтолкнули нас к перестройке внутренних процессов. Еще до существования CETROS, когда я только переехала в Петербург и работала в найме, это был 2015 год. И когда я пришла, а я только из универа была, они такие, так, ну, открывай ноутбук, типа, устанавливай Bittrex. Я говорю, простите, это что? Типа, это мне что в этом делать нужно? И это был мой такой первый опыт в Bittrex. Очень забавно вспоминать, каким он был тогда и какой он есть сейчас. Ну, то есть я вот с ребятами в Коко уже, блин, года два, наверное, общаюсь. Постоянно там тестирую все какие-то новые обновления. И ты такой, блин, ребята, с 2015 года, конечно, такой вообще путь проделан. И для нас это, ну, вот там, я не сомневаюсь, что есть команды, которые по сей день, я не говорю, что там в чатиках нельзя выиграть тендеров и так далее. Да, вопрос просто, ну, что дальше? И какие у вас цели? То есть у нас цели расти и без Bittrex в том числе это было бы невозможно. Основной инструмент это задача. Даже когда я еще работала менеджером, так же с проектами, ежедневно огромное количество задач мне приходилось ставить в рамках реализации проектов. Вот буквально сегодня для эксперимента я поставила задачу, я их до сих пор ставлю, естественно, на своих сотрудников, поставила новую задачу, и она была под номером 259 тысяч с чем-то. Ну, то есть в среднем за 4 плюс лет, сколько мы работаем с Bittrex, это около 200 задач в день, которые ежедневно менеджеры ставят на исполнителей. Про цели в бизнесе. У вас на этот год была заявлена красивая цель – экологичный миллиард. Я тебя хочу спросить сразу про две составляющие. Первое, что значит экологичный, а второе, как вообще правильно ставить цели в бизнесе, особенно вот в этот период. Экологичность, она в целом существует, ну, это часть культуры нашей компании. Во внутренней коммуникации, во внешней, в клиентских процессах, в рабочих процессах, мы везде стараемся интегрировать экологичность. Ну, то есть, что есть для нас экологичность не равно токсичность и равно получение удовольствия от процесса в целом и как бы от его частей, каких-то разных этапов. Ну, экологичность для нас, ну, это в первую очередь, наверное, про экологичную коммуникацию. Нам нравится быть прецедентом того, что может быть по-другому, что мы можем общаться вежливо, мы можем общаться открыто, мы можем общаться с юмором. Мы хотим не просто заработать миллиард ради миллиарда, как бы вот просто, не знаю, вот цифра ради цифры, любой ценой. Мы не работаем с теми компаниями и проектами, которые нам не близки. Ну, вот просто есть такое правило. И это тоже про экологичность. То есть, у нас нет задачи, не было задачи напихать 150 проектов, в которые мы вообще не понимаем, чего они делают, зачем, и в целом нам не очень нравится, но вроде бабки платят, а нам-то тут миллиард нужен. То есть, ну, нет. У нас именно была цель находить таких клиентов, создавать такие партнерства, создавать такие проекты и такие связи, благодаря которым у нас этот миллиард получится. Я, конечно, могу сказать, что менеджеры в моем отделе могут работать в любых условиях, я уверена в этом точно. Но все-таки Bittrex, конечно, закрывает огромный объем задач, и скорость, и привычка, которая уже на автомате есть у всех исполнителей, и вплоть до того, что новый человек приходит в команду, допустим, и в рамках онбординга, ну, не до конца он условно себе усвоил, что нужно абсолютно все в рамках Bittrex проводить, в рамках задач. Он приходит к тебе с задачей, и ты говоришь, ну, все классно, ну, пожалуйста, вот эту всю информацию не в сообщении в Телеграме, а поставь мне в рамках задачи в Bittrex, и тогда я точно ее не пропущу, и выполню в срок, и вернусь с ответом. Поэтому, ну, наверное, мой ответ, что нет. Сейчас действительно мы уже не можем работать без Bittrex, и максимальный объем наших задач внутри, а когда мы его адаптируем, так вообще абсолютно каждый исполнитель вообще уже не сможешь ни одну задачу точно пропустить мимо системы. Ты никогда не влезал в микроменеджменте? Нет, нет, вообще не моя история, я это не люблю. Это очень приятно. Ну, на самом деле это такой, знаешь, дофаминовый генератор, на котором ноги застревают просто на десятилетие. Да, потому что, ну, классно, ты сделал задачу, есть результат, ты сделал задачу, есть результат. И когда ты 3 месяца переставляешь кубики в оргструктуре, и результат от этого будет месяцев через 7-8, то как бы, ну, у тебя есть какое-то обесценивание себя, вот этот постоянный вопрос, а не хренью ли я занимаюсь прямо сейчас, ну, и так далее. У меня скорее была обратная сторона миндаля. Есть же микроменеджмент, менеджмент, а есть третья стадия, достаточно жесткая, невмешательство. Это когда ты вообще все пускаешь, как бы практически на самотек, да, в просто примерное направление. Вот такой период у меня был, но в целом я его как-то тоже достаточно адекватно прошел, и сейчас скорее вот я прямо в менеджменте. То есть есть с одной стороны свобода действий, но с другой стороны есть направления, в которых мы работаем. Каждый день мы ставим большой объем задач на дизайнеров, копирайтеров, на создание контента. И вот в этом случае очень круто помогает канбан. Мы забиваем задачи в первый столбик, берем его как бы клок, и уже дальше распределяем по блокам отдельный дизайн, отдельный копирайтинг, отдельно рекламу, например, в зависимости от структуры проекта. И вот такой формат визуализации тоже очень круто помогает большой объем задач распределить нужным образом визуально по доске и ничего не забыть и не упустить. Если лидер не уверен в завтрашнем дне, может ли он хоть как-то показывать это команде? Или лидер это должен быть тот, кто всегда знает, как правильно, куда правильно и как? Я думаю, что здесь нет одного правильного ответа. Есть такие ситуации, такие люди, такой контекст, такие лидеры, в которых ты можешь сказать команде, слушайте, я вообще не знаю, что будет завтра. Мотивирует ли это команду? Вопрос. Возможно, нет. А возможно, да, потому что мотивирует честность. Но я могу точно обещать команде в любой ситуации свою адекватность, свой холодный ум и свою готовность принимать быстрые решения. А то, что там, ой, ребят, все завтра будет хорошо, я не знаю, может и не будет. У нас есть куча кейсов. Но то, что я вас не брошу, я буду в адеквате и мы найдем решение, это то, что я могу гарантировать. И я надеюсь и думаю, что это дает нашей команде определенную уверенность во мне. Я не могу давать уверенность в завтрашнем дне, но в себе могу. Каким нужно быть руководителем, чтобы притягивать хороших людей и создавать хорошие команды? Людей в лидерах, в других людях привлекает тот масштаб риска, который они на себя берут. Создавая бизнес, начинаешь рисковать вот с первого дня, как ты начал это делать. И каждый день, потому что каждый день может произойти что-то, о чем ты можешь не догадываться. И это каждый день риск. Что такое успех для тебя? Для меня это возможность заниматься тем, что дает тебе энергию. Все. Ну, на самом деле все. Это, мне кажется, самая важная штука. Если ты умеешь с ней правильно, адекватно работать, то все остальное будет окей. Ты веришь в удачу? Конечно. Я верю в удачу, но то, что она улыбается только подготовленным к ней ребятам. Если бы у тебя была возможность в новогоднюю ночь загадать одно желание для всей креативной индустрии России. О! Только сказал про ответственность. Возьми на себя вот эту ответственность. Это же желание. Ты же не закон выпускаешь, а ты желание. Что бы ты загадала вот в эту новогоднюю ночь? Я бы загадала, чтобы в новом году и вообще всегда все таланты расправили плечи. Это вот какая-то отправная точка. Сейчас можно загадать чего угодно. Интересных проектов, новых клиентов. Все здорово. Ну, если ты это делаешь как бы из вот какого-то согнутого, забитого, напряженного состояния, тут хоть какие будут проекты, хоть что будет, тебе это будет тяжело и, наверное, гораздо меньше в кайф. Вот. Поэтому пусть таланты расправят плечи. После таких встреч хочется по-настоящему расправить плечи и пойти сделать что-то креативное. Мы с Битрикс24 сейчас так и сделаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Битрикс24. Помогает бизнесу работать. Битрикс24. 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 Продолжение следует...